Дмитрий Левусь, политолог-международник, директор Центра общественных исследований Украинский Меридиан. С нами на связи. Дмитрий, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Ну вот не только директор ЦРУ призывает Запад передавать Украине больше оружия. Например, аналитики Вашингтонского института Бруклингса описывают просчеты оборонной сферы США, в том числе и по Украине. Они специальный доклад подготовили, называется «Как быть дешевым ястребом в 2020-е годы». Как Вы видите, ведут ли наши партнеры работу над ошибками и исправляют ли эти ошибки, достаточно вовремя ли их исправляют? Вы знаете, я думаю, что да. Почему? Потому что, ну, во-первых, начнем с того, что означали эти ошибки. То есть, с одной стороны, первоначальные, когда первые передачи вооружений были, то, понятно, они ограничивались чем? Они во многом ограничивались тем, что, ну, где-то недоверием в то, что Украина может выстоять вот в этом вторжении, в полномасштабном российском военном вторжении. Да, это было объективно. То есть, так считали. Почему? Непонятно, кстати, почему. Потому что, с одной стороны, в России российская пропаганда говорила, мы тут бровь поднимем и все. Что там с Украиной воевать-то, да? Там, дословно, все эти персонажи вроде безумного, безумный это и Симоньян, да, и Соловьева. То есть, они все вот подобные речи говорили. Дословно, кстати, они это говорили. Вот, за несколько дней до войны. И, ну, и, естественно, в мире тоже была однозначная переоценка России как такой мощной силы. И поэтому первые поставки были противотанковых вооружений, приносных зенитно-ракетных комплексов. И, естественно, что потом инерция очень долго заставляла, ну, как, преодоление инерции в предоставлении артиллерии, она была достаточно долгой. То есть, это и реактивных систем залпового огня «Хаймарс», и артиллерийских систем «777», и «Панцергаубец-2000». Да, то есть, вот оно и «Цезаря», да, то есть, это достаточно такой тяжелый процесс был. Но, тем не менее, был все-таки, он произошел. Ну, а дальше, в общем-то, вот, например, тоже где-то происходило, ну, что произошло, да, то есть, где-то не совсем понимание того, какой может быть нынешняя современная война. Почему? Потому что по одной простой причине. Вот так как воюет сейчас Украина, отбивая российское военное, вот это полномасштабное вторжение, никто очень давно не воевал. То есть, полномасштабная война на территории Европы, такой подобной никогда не было. И поэтому, естественно, что однозначно были недооценки того, что именно нужно. Да, что нужны средства разминирования для того, чтобы проводить контрнаступление. Вот эти, то есть, да, это один момент. Что однозначно нужно большое количество средств радиоэлектронной борьбы. Однозначно нужно большое количество средств для локаторов для того, чтобы засекать артиллерию российскую. То есть, оказалось, что очень много идет все не так. Ну, и не говоря уже о том, что практически все недооценивали дроны. Причем то, что дроны должны быть разнообразного назначения. И да, естественно, что ситуация менялась. Естественно, что от Рамштайна к Рамштайну происходили изменения. Потом, опять же, возникали вот такие вводные, которые в ходе войны, когда Россия начинала бить по украинской инфраструктуре критической, когда необходимо были быстрые и комплексные решения по противовоздушной обороне. Их вот в октябре прошлого года начинали принимать, что именно нужно, необходимо поставлять. То, в принципе, я считаю, что да, однозначно работа над ошибками, она делается. То есть, тут просто надо понимать разницу в том, что и как происходило. Есть объективные вещи, которые, в общем-то, сложно было предсказать, потому что оказалось, что идет полномасштабная война, которой не было со времен Второй мировой, с 1945 года. И, с другой стороны, где-то, опять же, вещи, которые на каком-то таком подсознательном уровне, что вот есть сложные системы вооружения, которые нужно осваивать долго, их может освоить только западный человек. Такое, да, конечно, тоже присуще. Но, кстати, сказать мне, как мне кажется, вот эта инерция уже однозначно преодолена. И многие процессы, которые раньше казались очень длительными по времени, они тоже состоялись. И, кстати, сказать тут для того, чтобы вот эта инерция, она, как ни странно, оказалась достаточно тяжелой. И для того, чтобы ее преодолеть, очень много работала именно власть Украины. Президент Украины Зеленский, который постоянно, да, говорил о том, как это сделать. И в таком практическом плане для этого происходили формирования коалиции, танковой коалиции, когда для начала, да, вот Германия сомневалась по поводу поставок леопардов. И поэтому Британия и Соединенные Штаты заявили, что они предоставляют свои танки. И вот, то есть, очень многое было сделано. Да, я думаю, где-то вот так выглядит ситуация. Ну, а чего добились вот этой инертностью и своевременным непониманием сути этой войны? Недавно очень хорошо написал Ричард Бэйронс об этом. В Financial Times вышла статья генерала британской армии, экскомандующего Объединенными Силами Его Величества. Вот в своей статье он говорит, что победа Украины, возможно, уже, вполне вероятно, в 2025 году. И также он говорит, что для выполнения этой задачи Киеву нужны, союзники должны увеличивать производство оружия и передачу его Киева. Скажите, а миру нужна война до 2025, например, года? Ведь все от нее теряют сейчас, и экономически, и политически. Ну, понятно, что миру вообще война не нужна, да, на самом деле. В советских агитках речь идет о том, что вот там наживается оборонно-промышленный комплекс. Ну, понятно, что кто-то где-то на чем-то наживается, но объективно ситуация складывалась так, что, например, нету много чего. То есть, и очень многие склады и базы хранения уже выгребли, да, то есть, и поэтому, естественно, сейчас начинает по-новому налаживаться производство, что, кстати, тоже вот где-то было преодоление этой инерции. Почему? Потому что Фукуяма со своими концами Европы и подобные вещи в начале 90-х годов, они где-то не на таком, скажем, не на бесплодном грунте возникали, да, то есть, эти идеи, они витали в воздухе и где-то были распространены. Вот, поэтому, да, я думаю, что тут можно говорить о том, что мир, конечно же, не заинтересован войне до 2025 года, но война большая, и она идет так, как она идет. Есть объективные вещи, тем более, что Москва в любом своем исполнении демонстрирует то, что она не собирается идти ни до каких компромиссов. Ну да, вы правы, мы все надеемся, что этот прогноз Беронса, он все-таки не оправдается. Дмитрий, спасибо вам огромное. Дмитрий Ильевус присоединялся к нашему эфиру.